Всем привет мои хорошие! Начинаю новый влог. Я сижу сейчас в своей машине на пассажирском месте, а за рулем у меня дочка. Она сейчас выскочила. Ты, Нечка? Да, скажи всем привет. Всем привет. Моя лапочка. Мы сейчас едем в бытовую технику. Нам нужно сейчас уже выбрать конкретно то, что нужно для встройки именно на кухню. Потому что, в общем, дочка машину свою продала. Деньги появились. И сейчас мы будем подбирать уже точно, что именно. Может быть уже прямо купим что-то, что-то закажем. Но именно по бытовой технике уже не присматривать, а прямо за покупкой едем. Что мне удастся снять, я буду снимать. Потому что, честно говоря, сейчас у нас немножечко отвлекаемся. Потому что, ну, во-первых, дочка, она за руль села моей машины. Она раньше сидела за рулем другой машины, премиального класса. К моей нужно еще привыкнуть. Еще нужно понять, где тут, что тут. Где тут крутить. Какие кнопки нажимать. Вот поэтому, чтобы не отвлекаться на съемки, я в дороге снимать не буду. Наверное. Ну, не наверное точно. А в магазин приедем, ну, там постараюсь снять, если мне это получится. Потому что там тоже внимание фокусируется на другом. Интервью. Интервью. Ну, вот моя дочка за рулем моей машины. Зараза такая. Отжала у мамы машину. Зараза такая. Это моя, моя кровушка. Моя кровушка. Кровно заработанная, да. Ну, как тебе ощущения? Не, в езде все замечательно. Замечательно. Именно вот в таких вот моментах там сиденья поднять, такая механика везде, механика. Смотри, суббота, воскресенье, бесплатная парковка, но здесь, может быть, вряд ли место быть. Смотри, там место. Он выезжает. Ну, что, девочки, вышли вы из магазина. В общем, как я и предполагала, естественно, ничего в магазине снимать не удалось. Потому что вы сами знаете, что когда заходишь в бытовую технику, на вас сразу уже наваливается куча продавцов. И все давай предлагать свои услуги. Вот. Ну, понятное дело, мы зашли сначала в поиск, посмотрели там, что. Ну, там у меня знакомые есть, так как я работала в поиске. Я работала в поиске два года. Ну, это было еще два года назад, как я ушла уже. Там знакомые есть. А рядом магазинным видео. Я там тоже до поиска работала тоже в видео лет пять. В общем, короче говоря, там тоже знакомые есть. Ну, я просто узнала кое-какую информацию там, что. Ну, и по ценам. В общем, самое главное, смотрели по ценам, чтобы цена-качество было. Вот. Естественно, что я обратилась к продавцу, которого сама выбрала, из знакомых, которые хорошо разбираются в технике, очень хорошо ее знают и, может, если что-то подсказать. Потому что, ну, кое-что изменилось. Техника-то меняется. При том, что у меня не было принципиально, знаете, по выбору бренда. Для меня было важно, чтобы какие-то функции присутствовали в той или иной технике. Ну, и понятно, чтобы это было подешевле. То есть, как бы лишние функции, они-то особо не нужны. Но есть кое-какие функции необходимые. Ну, это мы уже с дочкой, я не знаю, я или она, это мы вам уже расскажем, когда технику установим, когда она уже подключится, будет работать. И тогда мы уже вам расскажем, какую мы технику выбрали, за что мы выбрали ее, какие функции нас там интересовали, да. Ну, и так далее. Что нравится, что не нравится. В общем, в итоге выбор сделали. Так как уже деньги-то у дочки уже есть, она машину свою продала, сейчас на моей машине рулит. Я тут рядом сижу, пока там, как говорится, контроль держу. Вот. Ну, так как сегодня выходной, ОСАГО сегодня не работает, а мне нужно вписать ее дополнительно в ОСАГО, чтобы она была, чтобы я могла уже машину ей отдать и рядом тут не сидеть. Вот. Поэтому я сегодня уже ей сказала, садись за руль, давай, чтобы ты сама привыкала к рулю, но в моем присутствии. Конечно, Дынечка. Там-то уже устал, бедненький, с нами по магазину. Он там ходит, бродит, что-то там тоже смотрит. Конечно. Вот. Дочка выскочила в магазин, а я вот это жара не переношу. Я говорю, давай я тут в машине под сплетом посижу, мы с Дынечкой посидим. А ты сгоняй сама в магазин, купи там, что нужно по-быстрому. И домой. Сегодня я ночевать буду у нее. Отпущу ее немножко там вечером, чтобы она куда-то собиралась. Завтра мы продолжим наши дела. То, что не успели сегодня. А завтра еще нужно там, что двери. Двери сегодня уже просто времени нет уехать, двери заказывать. Ну, мы-то двери кое-какие выбирали. Уже, значит, есть у нас на примете двери, какие брать. Ну, в Леруа Мерлин, она сказала, поедем за дверями. Ну, все, мои хорошие. В общем, что будет дальше, узнаете дальше. Снимать не все получается. Как-то так вот все кусками, обрывками стихийно. Но, что удается снимать, вот то я и снимаю, мои хорошие. Минка у нас тут балдеет от жары. Денька у нас залез в ванную, там сидит, балдеет. Я тоже хочу. Я тоже хочу в ванной побалдеть. Прохладненько, водички. Мамочка. Вот. Здесь есть сплит. Мы включили сплитик. Сейчас охлаждается комната, спальня. Скоро уже спать, через пару часов укладываться. Вот. Ну, и все. А я тут пока сижу. Телевизор включила. Какое-то кино идет там. Кстати, девочки, посмотрела недавно сериал «Легенда Феррари». Но он мне запал. Там 12 серий. Я их за два дня посмотрела. Такой, в общем, интересный сюжет. И артисты хорошие играют. Может, кто-нибудь посоветует мне, какой еще сериальчик такой, долгоиграющий посмотреть. Ну, может быть, фильм не обязательно прям долгоиграющий. Ну, мне нравятся, знаете, фильмы такие, которые прям захватывают сюжеты. Прям смотришь, отрываться не хочется. Что-нибудь такое интересное. Посоветуйте в комментариях мне, пожалуйста. Напишите кто-нибудь. А я от жары, честно говоря, изнываю. У нас сейчас каждым днем температура все выше и выше на улице. Сегодня 37, в понедельник 38, во вторник 39 градусов. В общем, под 40 градусов с каждым днем все жарче и жарче. Доча попросила меня, чтобы я у нее тут побыла. И я вот не знаю. Я говорю, блин, я не знаю, жарко тут у тебя. Дома сплит включила. Он у меня, кстати, последнюю ночь вообще работал. Я его выключила, с 12 часов выключила. В 2 часа я проснулась от духоты. И опять его включила, и все. Вот так. Теперь его к углу суточно нужно крутить, чтобы он теперь просто и не выключать. Ну, наверное, так и будем. Я уже дочке сказала. Говорю, сейчас вот такую жару надо сплит просто не выключать. Пусть он шурует круглосуточно и все. Вот. А позвонили сегодня, чтобы знать, когда нам сплит сюда могут повесить. У них там, как всегда, сейчас загружено. Ну, только недели через две. Ну, если будет у них окошко, может быть, раньше повесят. У нас-то тут уже все проведено. Осталось только подвесить его и все. Делов-то, ну, как говорится, придется подождать. Я, конечно, очень плохо себя чувствую от такой жары. Я вообще какая-то вареная. Не соображать ничего не могу, не делать ничего не могу. Мне в сон клонит такое, знаете, состояние. И снимать тяжело, и говорить тяжело. Так что вот так. Где баловная кошка? А? Баловная кошка. Вот она, баловная кошка. Ой, баловная какая. Куда ты побежала? Не дает спать малышам моим. Ей с утра беситься надо. Вот она. И непослушная какая. То она кричит, то она бесится. Вчера дыньку мне спать не давала укладывать. Ты почему-то плохо себя ведешь. А, милка? Ты непослушная кошка, да? Очень плохо себя ведет. То бегает, прыгает, как козлик. То кричит, то мявкает. Иди сюда. Иди, я тебя поругаю. Нет, ты посмотри на него. Говорю, нельзя сюда лазить. Ну-ка, лысь. Всем доброе утро, девочки. Я проснулась уже. Мои еще спят. Что на голове такое творится? Ой, вообще, вчера так жарко было, пока мы лазили по магазину. Голова прямо эта вся. Непонятно, куда смотрит. С милкой не могу справиться. Непослушная кошка. Ужас какой-то. Стоит под дверью, мявкает, не дает им спать. Пытается их разбудить. Вчера не давала мне дыньку уложить. Только я его угомоню, она начинает прыгать. Я ее за дверь поставлю, она начинает мявкать. А сейчас она просто меня не слушает. Я ей сказала, не лезь сюда. Она сюда лезет. Любит она что-то на мойке находиться. Тряпки таскает с мойки. Что ты делаешь? Что ты делаешь? У тебя еды полно. Ну, пойдем посмотрим, где у тебя еды полно. Ну-ка, ты что, еду свою съела? Глянь, сколько еды. Смотри, сколько у тебя тут еды. Вот еда, бери и ешь. Разбросала все. Не поиграть ход. Утро ранее еще. Еще только вот. 20 минут седьмого. Все люди еще спят. Кошки надо пошуметь. Или так пошуметь, или по-другому пошуметь. Мила, ты почему не слушаешься, а? А? Что ты тут так баловаешься? Смотри, у тебя есть какая мышка. Смотри. Вот, бери и играйте. Это твоя игрушка. Нет, ты равнодушна к своей игрушке, да? Смотри, как настоящая мышка. Оп. Вот. Вот, играйте. Это твоя игрушка. Чего ты орешь ходишь, а, мила? И орет, и орет, и орет с утра ходит. Поиграйся сама. Скучно и без хозяйки, да? Тебе надо в 6 утра всех разбудить, чтобы с тобой играли, да? А? Я тебя спрашиваю. Отвечай. Тебе нужно что? С утра, чтобы тебя разбудили? Вернее, чтобы ты всех разбудила. А я не хочу играться с утра. Очень. Баловная кошка, да? Непослушная такая, баловная. Чего ты моим ногам пристаешь? Ну, носочек нашла. Ну, что ты успокоилась, да? Теперь спокойно сидишь. Вот она, улеглась. Девочки, вот поэтому я не хочу заводить кошку. Потому что вот целый час она тут горцевала, бегала, орала. Все время мявкает и мявкает, просится в спальню, там, где дочка моя с внуком спят еще. Потому что, наверное, она уже привыкла к рукам, чтобы с ней там нянька лезь. Так ее дело в том, что запускаешь в спальню, она начинает там прыгать и будить всех. Поэтому не пускай ее туда. Вот. А вот так вот сидеть, чтобы она успокоилась. Все время на стуле ровно я не могу. Мне тоже хочется что-то походить и что-то поделать. Пока мои спят, я могла бы уже там потихонечку завтрак приготовить. Что-то сделать. Что ты орешь? Посмотри сюда. Посмотри, на тебя народ смотрит. А ты плохо себя ведешь, кошка. В общем, я так поняла, ей хочется на руках побыть, и чтобы ее погладили. Вот тогда она, значит, спокойно себя ведет. А так она ведет себя плохо. Крикливая, непослушная. Да. Про тебя говорю. Вот, смотри сюда. Смотри сюда. Про тебя говорю. Девочки, поэтому не хочу заводить кошку. Потому что так с утра ходит, прыгает, бегает, лезет везде и орет. Самое главное, что вот это вот орет она и орет по дверью. Вот на руки только села, вот она сидит, мурчит. Вот, мурчит, внимание к себе просит, да? Погладьте ее по голове. Вот. В общем, наверное, к рукам она привыкла или что, я не знаю. Ну вот, вот тут она на руках, все, сидит спокойно. Сейчас мне стоит встать и что-то начать делать, все, начнется опять крики, оры тут. Вот оно мне надо, вот это вот, скажите. И мне это не надо совсем. Сейчас бы уже я встала бы, завтрак приготовила, что-нибудь поделала бы потихонечку. Но я так и сделаю, я не могу все время на столе сидеть и просто вот, чтобы она угомонилась, успокаивать ее. Ой, не дождусь, когда мне кондюрчик уже повесят на кухне, чтобы я тут уже на кухне балдела. Мама будет чаще тут, чаще. Да, я из-за того, что жарко мне на кухне, из-за этого не хочу здесь долго находиться. Воздух охлаждается, я кайфую, все. А куда мы едем? В Мегу. В Мегу едем. Да, вот уже, уже видеть надо. Скорее, говорите. Икея. Скорее. Скорее. Скорее, скорее, скорее. В Мегу, Мегу, Мегу. Вот, уже виднеется Мега. Нам надо в Икея, в Леруа, в общем. Скорее. Много чего посмотреть надо. Да, так что мы вот собрались и едем. Энтервью. Энтервью. Как мне за рулем новой тачки. Ну, что я вам могу сказать, девочки. Сейчас. Сложный вот этот вот. Перекрест. Да, да. Все направо, я налево, как говорится. Как и в жизни. Все направо, я налево, против шерсти. Ребу постоянно. Слушай, я сегодня голову помыла. Так, зеркальце, освободи меня. Да. Зеркальце. Вот это вот. Все вот так. Вот так. Что могу сказать? Я что могу сказать? Ну, ладно, давай. Ну, говори ты, давай. Я уже забыла. Что я хотела сказать? Ты хотела сказать, как тебе, когда за рулем твоей тачки сидит какая-то чика, блин, и умничает? Ну, во-первых, дочка сидит, меня везет, мне хорошо, рулить не надо. Это да, это плюс ей. Это плюс, да. А вот как я себя чувствую за рулем? Не своей лакшери, детки. Ну, да. Слушайте, нормально. На самом деле, тачка классная в плане вообще ходовое, движение. Прям, ну, классно. То есть нет каких-то жестких неудобств именно по езде. Я комфортно себя чувствую, вообще огонь. Вот. Что ты мне подскажешь? Вот мама, вот мама рядом. Сиди, расслабься. Она мне подскажет. Ну, может быть, ты забыла, что нам надо поворотник левой включить, а у тебя правый. Она мне, человеку с 11-летним стажем, который в 10 раз чаще ездит в Леруа и во все это. А потому что ты более рассеянная, чем я. Я внимательная. Я все вижу. Слушай, я не рассеянная, я расслаблена. А что касается за рулем, она расслаблена не полная. Поэтому все контролируй. И даже если не контролируй. Ладно, давай в парковку едем, на солнце не будем машину ставить. Я на автомате вообще езжу. Я, если буду даже разговаривать, и мои руки привезут меня туда, куда надо. А то машина накаляется, потом у нее садишься, как в сауну, пока она остынет, блин. Хорошо. Ну, давай скажу по поводу того, что... Говори, говори. Давай. Все, короче, хорошо, все классно. Я уже тут какие-то моменты думаю плюшки маме сделать машину. Может, я подпрошить немного, там брат подсказал. Хочу эти поменять сюда, здесь сделать. Как? Ну, вот эти штуки поменять. Чехлы. Чехлы поменять, да, красивенькие. Оплетку. Оплетку сделать. Ну, чтобы такая девчачка-девчачка была прикольная. Вот. И что еще? И что еще? Что еще? Ну, какие-то нюансики тут поделать там, да, небольшие, которые нужно. И что? Ну, пока поездим. А так я не переживаю, у меня в скором времени обязательно будет тачка. Потому что не одна. А я нацелена на это. Мой любимый Толь. Пожелания с двух сторон, а наши пожелания сильные. Так что я думаю, что недолго я на ней покатаюсь, хотя мама расстается с ней как будто на вечность. Я к ней прикипела. Я говорю, мам, я к твоей тачке не привыкну, потому что это небо и земля с моей. Не переживай, я ее как можно скорее тебе отдам обратненько твою лапочку. Это ж моя малышка. А у тебя своя малышка, а у меня моя малышка. Не бойся. А она все переживает, что мне так понравится, что я скажу, ну, а может быть, я на ней... Не обижай мою малышку. Я ее хочу нарядить, блин, в платье. Ну, просто я имею в виду, если меня не будет, ты... По колесам не стучишь. Ты плохо не говори. Она, да, она послушная. Я вообще человек, который даже не живым душем я говорю плохо. Не ругай ничего. Не ругай ничего. Все хорошо. Ладно, давай выключаемся, выходим, паркуемся, выходим. Вас снимает скрытая камера. Вы нормально, по-походному. Я тоже. У меня мой походный костюм. Я тоже. Не видно, что он грязный, он не мнется. Просто оделся, воходный, легкий. Слушай, у меня тоже сарафанов куча, но в бриджах мне удобнее. Все. Хорошо тебе ехать, да? Помахал. Поехали двери смотреть. Два года года. Семьдесят. Коллекционно. А, ширина кумбы, смотри, шестьдесят и семьдесят. Разница? Нам семьдесят хорошо, даже больше, да? Там восемьдесят. Ну, мне вот это нравится. Берем. Подожди. А я нам подожди. Там, ничего. А, жаль, нефильный. Там еще место есть. Выбираем, девочки, зеркало. И вот нам надо не такое, не такое, а с перламутровыми пуговицами. Пуговицами. А такого нету. Будем искать называется. Знаете? Вот, горит, да? Там, может быть, ярче можно в лампочку поставить. Я даже не знаю, как мне подходит ко мне и говорит, мамочка, уйди на ручки. Я его беру на ручки и говорю, кнопочки, вот что. Я думала, она мамочку обнять хочет на ручки. Она кнопки просто использует меня. Ты меня используешь? Прикольное зеркало, да? С кнопочками. Да, радио. Это вот эта коллекция стоит 24, да? Нет, зеркало 12 тысяч стоит с половиной. Зеркало 12 с половиной. Коллекция это стумба. Ну, это да. Слушай, ну здорово. А вот здесь просто какой-то включаешь и все. Что это? Ух ты. О, подсветка. О, такое зеркало мне нравится. Подсветки, длинно, покажи. Вот такая подсветка мне нравится. Вот это клево. Все? Вот такое бы я хотела, да, подсветочку? Да, красиво. Да, так красиво, да. Девочки, а тут зеркало с увеличительным стеклом. Да, здорово. Классно. Глазки подрисовать. Вот как раз с моим зрением то, что нужно. Стоит зеркало сколько? 5 865. Пойдемте дальше. Вот с такой подсветочкой сверху светит. Ну, дочка хочет со шкафчиком. Чтоб за зеркалом был шкафчик. Девочки, одел люстр. Мне так нравится здесь ходить. Так много света. И люстры всякие разные, красивые. Но освещение много я прям люблю, когда светло. Так, ну что. Идем дальше. Зашли мы в отдел штор. Вот нам надо жалюзи и шторы посмотреть. Успокойся, 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 говори. Так, мне еще надо тюля отдать. Сегодня понедельник, да? Да. Слушай, а как-то вот не похоже, что понедельник. Да, так по людям. Обычно понедельник вообще людей нету. Ну, не было раньше. Соскучились по Мейге, да, наверное. Ну, как-то людей так немало, я бы сказала. А мы решили фреш попить. Вот остановились. Тут сейчас живой сок нам выдавливают. Да? Ты какой сок берешь себе? Я возьму апельсин. Наверное, тебе возьму морковь со свитками. А Деньке возьму груша банан. Вот так вот, понятно? Нормально, да? Свет нормальный. А это кто у нас тут? Мальчик такой маленький. Сидит. Сидит и едет у нас в этой тележке. Да. 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 Девочки, взяли жалюзи, только кто крепить будет, не знаю. На балконные окна. Девочки, взяли жалюзи. О, девочки, взяли жалюзи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пять доставок разных Субтитры сделал DimaTorzok Что-то там зависло у них Короче говоря Завтра дочка будет дома А я поеду ОСАГО Быстренько добавлю ее в свою ОСАГО Я ОСАГО новое делала буквально вот недавно В начале июня по-моему это было В общем месяц прошел только Вот мои хорошие Ну все на этом я с вами прощаюсь Завтра все равно начну новое видео Кому видео понравилось ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Кто не подписан И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok